Ребята, всем привет! Ребята, я снимаю! Всем привет! Хаю-хай! И вами Эльбой! В общем, мы вообще хотели не ходить сюда, мы шли вообще в другом месте, но на улице начался маленький дождик и мы понимаем, что сейчас начнется ливень и зашли в заброшку в эту... Ну, как бы, мы понимаем, что уже будем снимать видео здесь, потому что на улице идет маленький дождик. Не знаю, видно или не видно. В общем, у нас вон ни солнышка, ничего нету. Идет маленький дождик, мы понимаем, что сейчас может быть начнется ливень и мы зашли сюда в заброшку. Кстати, мы когда здесь зашли, мы очень сильно испугались, потому что мы зашли и услышали, как будто кто-то спускается, мы быстро выбежали, поднимаемся потом обратно, но немного подождали, поднимаемся потом обратно, и здесь никого нет. И тут или реально кто-то был, кто-то спускался, или мы просто себя так... Лера осталась, ну, мы забежали быстро в другую комнату, Лера осталась за стенкой. Получается, Дима побежал, потом за ней ад, за ним ад, потом я... Там уже так высоко было... Короче, они спрыгнули на улицу, а я осталась за стенкой, я вижу, что никого нет, и я быстро выбежала к ним, и мы встали на улице, и потом, типа, поднялись обратно сюда, в эту же брошку, но тут уже никого нет. Или здесь просто кто-то был, или здесь никого не было. Это остается тайной загадкой, если чем только можно быть. Но мы испугались, за конину испугался очень сильно. Хоть и Маня, но оно просто так неожиданно. Мы идем, и так такие жоркие будут туда спускаться. Да. Чем будем заниматься? Давайте страшилки почитаем. У меня как раз есть на телефоне страшилки, я думаю, ребята, и вам будет интересно, и погода сейчас такая для страшилок. Я как раз... Будем читать каждый по очереди. Оп, за камеру делаю. Ребята такие. Кстати, у кого-то из вас были какие-то мистические ситуации в жизни? Да, у меня были, кстати. У меня были. А ну, расскажи, Аня. Короче, когда-то... Сижу, пожалуйста. В общем, когда-то один раз, я помню, я осталась дома, что-то у меня было... Я, короче, осталась в этой дома. Я не знаю, где был мой кот, я не знаю, где была мама. Ну, в общем, рисунок. Вот. Я сижу в комнате, получается, ну, ничего такого не было, комната была закрыта. И, короче, я смотрю, ни сквоздика ничего, ни окна не были открыты, нет. Я смотрю, короче, вот так вот ручка двери поворачивается, сама собой. Я, вот честно, тогда мне было настолько страшно, я не знала, что делать, потому что я вообще... У меня тоже была похожая ситуация. Ну, как похожая? А, кстати, потом вообще там ничего не было такого вообще. Где-то ночь была, ну, часов 12, я сплю, мама, уже сестра, папа все, ну, спят. Я еще сидела в телефоне. Сижу, сижу. И у нас везде, ну, по квартире был выключен полностью свет. Так я сижу в телефоне, я слышу, как будто бы там что-то на кухне, какое-то, ну, типа, шоу было, что-то пошуршание, шуршание, короче. Да, вот. И получается, я поворачиваю, смотрю на свою дверь, в коридоре горит свет. Я просто не понимаю, ну, понятно, кто-то пошел, наверное, в туалет или воды пить, что-то заглядываю там, где моя мама с папой, там никого... Ну, они спят. Заглядываю к сестру в комнату, она спит. В итоге и включенный свет, получается, в коридоре, в туалете, в ванной и на кухне. Я посмотрела, в туалете никого нет, в ванной никого нет, в коридоре никого нет. И я бегу быстро к родителям. Говорю, мама, мама, папа, у нас на кухне кто-то есть, они к нам, походу, горы поправлялись. В итоге мама быстро встает, бежит на кухне, смотрит, там никого нет. В итоге я не знаю, что там даже свет задарился. А у тебя были демистические моменты? Вот такая фигня. На даче? Громче. Что? Громче. На даче мы с папой ездили на рыбалку, и... ну, ночью было, ну, может, часов 10, но уже темно. И мы смотрим что-то, и вот прям на дереве, вот такая вот, ну, я не знаю, как объяснить, ну, как пол меня, наверное. Вот, вот просто такая фигня на дереве висит. И вот с такими глазами огромными. Мы на нее смотрим, папа, ну, типа, как это, ну, типа, кыш-кыш-кыш, и просто так с дерева, ну, метра два-три дерева, и просто вот так прыгать вниз, и пывать под воду. Это был не человек. Это именно реально, это реальная история. Охренеть. Ну, вот это, вот это мы не знаем. Охренеть. Ребята, пишите в комментарии какие-то страшные... Ребята, пишите в комментарии какие-то ваши страшные ситуации в жизни. Я вам сейчас тоже расскажу, короче, историю, одну из стремных, на которую мне произошло. У меня, короче, когда умер дедушка, а мы жили все в этой квартире, получается, у меня умер дедушка, а его комната была закрыта. И мы, как бы, я спала в своей комнате, и я слышу, что ходит кто-то по коридору, и у меня дедушка с палочкой ходил, и я слышу вот этот звук этой палки. И это было... Мне настолько страшно стало, а у меня мама в состней комнате, я быстро начала звонить, говорю, мама, мама, так и так, типа, она выходит, заходит в мою комнату, и, типа, у деда комната была тогда открыта, и туалет был открытый. Это было очень стрёмно. Жесть. И еще, типа, история была, когда я... Мы переехали друг в эту квартиру, и с моим... Ну... Вот, и получается, а я осталась одна дома, мой папа ушел в магазин, я осталась одна дома, сижу на диване, и я слышу, как будто свет включается-выключается, и папа судит кто-то так... А, да, я помню, ты расскажу. Да, и это было очень стрёмно, и я помню... И я понимаю, что... Ой-ой-ой, и я понимаю то, что, ну, типа, я слышу, что кто-то тут входит, включается-включается свет, и мне настолько страшно становится, и я сейчас звук громче, настолько громко выставляла этот звук, и в итоге потом открывается дверь, открывается дверь, входная, и мне настолько... Я слышу этот звук, и мне настолько стрёмно, и я просто... Мне уже страшно. Счастья все ближе более. Слава Богу, запомнила моя бабушка, и мне было очень страшно. Трэш. А у меня тоже еще была... Давайте сейчас еще сошелки будем читать. Да, да. Еще была такая история, да. Я тогда с мамой сейчас была, ну, не знаю, мне лет, наверное, 7 было, или 6. Короче, мы же до этой комнаты, а я еще тогда не спрашивала, что-то делала. Наверное, там просто развалит, наверное, видишь? Да. Я такая стреляющая, ну, я делала уроки тогда еще. И, получается, ну, уже было довольно поздновато, так как папа спал, мама спала. И, получается, я слышу, и что-то тут на кухню упало. Я думала, что упала тарелка. Я прислушиваюсь, я подхожу вот так вот к двери, прислушиваюсь, и я очень сильно запаялась тогда. Вот очень сильно, потому что я не знала тогда, что делать вообще. То есть я даже из комнаты не выходила. В общем, ребята, напишите свои страшные истории жизни, реальные, мистические, в комментариях. Мы сейчас будем читать. Страшинки. Да, давайте я начну читать. Вот, есть какая-то страшная история. Я прочитала. Человек за окном. И как вы думаете, вот, когда вам расскажут, друзья, как бы это, есть много всяких мистических историй, это реально страшно. Страшно. Человек за окном. Однажды, холодным зимним вечером, некая 16-летняя девушка была дома одна и смотрела телевизор. Ее родители уехали на праздник к друзьям. Весь день шел густой снег, но девушка чувствовала себя хорошо уютно. Сидя на диване в гостиной, завернувшись в теплое шерстяное одеяло, к полуночи родители еще не вернулись, и она стала чувствовать себя тревожно. Звонить им она не хотела, чтобы они не подумали, будто она не может сама себе позаботиться. Телевизор стоял в углу комнаты, рядом с ним большое окно. Она смотрела очередной фильм, когда вдруг краем глаза заметила, как что-то движется в окне. В темноте, среди падающего снега, она различила фигуру мужчины, идущего в ее сторону. Когда он приблизился, она смогла разглядеть его лицо. Оно было покрыто шрамами, а губы были растянуты в зловещей улыбке, испугавшись девушка. Блин, реально, так стрёмно, я сейчас из-за страшилка, тем более в такой атмосфере. Человек так не стоял, человек так не стоял и молся смотрел на нее через стекло. Затем он вдруг сунул руку в карман, пальто и что-то вытащил, это был нож. Господи, да ну ужас. Не выдержав, девушка схватила телефон со столиком у дивана, набрала номер полиции и затаила дыхание в ожидании ответа. У меня за окном стоит человек, прошептала она, не сводя взгляд с чужого гостя. У него нож, пожалуйста, приезжайте, быстрее мой адрес. И продиктовал свой адрес. Она сидела неподвижно, минуты проходили одна за другой. Человек за окном все так же стоял и смотрел прямо на нее. В конце концов, девушка услышала снаружи звук сирены. Полицейского начало стучать в дверь. Девушка бросилась ко входной двери, пускав полицейский. Что-то скучно, девочки. Что... Не, ну даже не значит, ладно, окей. Если быть честным, окей. И мне не скучно, мне просто стремно уже. Давайте не будем ждать, мне правда страшно уже становится. Хорошо дело, все равно дождь пьет. Да. Да, типа все равно на улицу мы не выйдем. И, короче, пятки такое, потому что все друг друга знают все эти места, все это с другом не будет. Я придумала. А давайте кого-то вызовем. Нет, все, нет, 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 нет. А я за. Я тоже за. Чарли вызывать, ну, как-то не буду. Да, Дарина, мы вызываем сейчас кого-то. Нет, нет, нет. Да, да. Давайте говорим Дарину. Дарина, пожалуйста. Да ты в кого-то веришь, да никто не придет. Нет, ну просто, блин, реально, вы издевательны, тем более в заброшке. Да ничего страшного. Кто-то не придет, все равно это в чистую приколу. Да, в чистую приколу. Если вдруг что-то будет это, то мы сразу выбегаем. Да? А ты не помнишь, как мы сюда залазили только что? Чтобы вы понимали, ребята, здесь выходы полностью закрыты. Кстати, ребята, чтобы вы понимали, я не знаю, сейчас откроется эта дверь или нет, но, короче, если помните, раньше за этой дверью была лестница, теперь лестницы за дверью нет. Ага, и она упадет, и потом сюда придут люди, если кому-то еще на голову упадет. В общем, лестницы там уже теперь нет, и то есть никак оттуда не выберешься. Давайте вызовем кого-то. Давайте, я вас прошу. Все? Да. Да. Пойдемте, найдем более пустое место. Да. Я даже знаковым будем вызывать. Нет. Пиковую даму. Нет, ну ребята, реально, ну вы ездите по... Давайте. Да, я тоже, да. Идемте. Идемте. Будем вызывать пиковую даму. Это офигенная идея. Да. Да. Все. В общем, ребята, смотрите следующее видео. Мы сейчас будем вызывать пиковую даму. Я уже даже нашла местечко. Такое затемненное. И мы сейчас будем вызывать пиковую даму. Поэтому быстренько смотрите следующее видео. Ой, как даму.